Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Хальди, и мы с вами, судя по всему, перешли после очередного нашего убийства на последний кошмар. На последний кошмар в этой очереди бесконечных кошмаров, который называется очень вдохновляющий последний спуск. Это, я так понимаю, будет одна из трех концовок. Я думаю, что я в итоге пройду все три. Мне жутко интересно узнать, чем все это закончится, но мне не нравится, что тут слишком светло. Это подозрительно. Я как будто слышу какой-то музыкальный инструмент. Смотрите, в нашей комнате, наверное, висит вот эта картина с травосеком и девочкой. Но я, честно говоря, до сих пор не отошла от финальной сцены последней серии. Вы понимаете, о чем я. Я не хочу лишний раз об этом говорить. Так, и опять появились эти буквы с букетами. Да, я вот примерно так же смотрела на эту сцену в прошлом кошмаре. Так, ну, я еще знаете, о чем подумала, когда, поэтому просто так сократили путь, когда записывала вчерашнюю серию, и когда мы шли по этому темному коридору, там нам попалось одно видение, где наша сестра лежит на каком-то гинекологическом кресле, и она кровавлена. То есть там просто не в крови, еще что-то в крови. И мне сразу потом вспомнился уровень, который называется «Потерянный ребенок». Я думаю, возможно, возможно, что Томас и его сестра как-то были вместе в плане, ну, вы поняли, у них, возможно, был какой-то, какое счастье, ребенок, которого сестра потеряла, и, я не знаю, возможно, из-за самого Томаса, или из-за какой-то болезни, а он потом с горя пырнул ее ножом. Я не знаю, мне все больше и больше кажется, что всю правду о происходящем мы узнаем, только если пройдем все концовки. Я, в общем, нисколько не против такого поворота дел, потому что, хотя игра, конечно, жуткая, но она притягательная. И я, наконец-то, опять же, когда сводила там видео со звуком, я поняла, для чего нужны вот эти маленькие спальники. Это что-то вроде наших чекпоинтов или мест, где мы возрождаемся после того, как нас убивают. То есть, чего я делаю вывод, что, очевидно, скоро мы столкнемся с каким-нибудь или ребенком, или сестрой. Вау! Что это за дама? Честно говоря, не очень приятное выражение лица. Кукла в клетке. Мне почему-то кажется, что вот они моргают иногда. И кто мучает инструмент? Ой-ой-ой, какие они... Вот она моргнула сейчас. Я это видела. Какие жуткие, нехорошие звуки. Может быть, да и есть последний спуск. Я боюсь, что для Томаса все эти кошмары ничем хорошим не закончатся. Зачем там стоял этот шкаф? Все стало гораздо обшарпаннее. Опа! Мы впервые возвращаемся в лес. Да, вот этот самый адуплот. Здесь было раньше... Здесь было раньше крыльцо, цивильный выход наружу. Вот эта ветка шевелящаяся. Ах! Ну почему, сестра? Ты ничего не хочешь сделать? Там твоя сестра болтается на ветке. Ну не хочешь, так не хочешь. Ближе. Очевидно, сейчас мы с ней столкнемся лицом к лицу. Да. Нет, все равно он не хочет ничего делать. Это что такое? Пещера? Замечательно. Какое-то капище или... Или что это? Так, после того, как нам сестра подрезала ножки в больнице, я боюсь куда-то возвращаться. Хотя вряд ли тут уже будет какой-то выбор большой. Сюжетный. По идее, идем уже к какой-то одной концовке. В том доме-то была менее счастливой. Уголка. И почему ты сидишь в нашей комнате с солдатиками? Нет, вот игра рисована, она двухмерная, но как же она давит? Просто вот если кто-то думает, что там рисованная игра, так вот, специально таким слегка как детско-примитивным рисунком, что-то страшного, попробуйте в нее сыграть в темноте, в наушниках, с хорошим звуком, и вы меня поймете. Почему я так часто замолкаю? Я просто пытаюсь уловить какой-то звук впереди, потому что я... снятая картина, по-моему, раньше их не было, и битое стекло. Ну что, Томас, пора страдать. Все, потерпи. Если окажется, что ты какой-нибудь убийца, то тебя вроде как не должно быть жалко, но с другой стороны тоже как родной на своем пижаме. И эта картина... ну, возможно, думает... О, боже мой! Вы видите это? Куклу как будто поймал паук и запеленал паутины. А это такое, как... пособие для нас. Что нам следует сделать? Спасибо, мы уже поняли. Так, там какая-то, наверное, комната, спаленка, сохранение. Да. Да что... Кто это делает, этот звук? И кто все эти люди? Меня пугает, что места для сохранения есть, но пока что никакой опасности мы не встречаем. Я как будто что-то пропускаю. Так. Камера сама сейчас двинулась вперед. Что там будет? Я слышу что-то дыхание. А-а-а-а! Ты переехал из больнички сюда? Так, как ты у нас ходишь? Так, поверху, поверху. Только поверху? Так, внимательно смотрим на пол. Можем ли чуть-чуть свинуть камеру вправо? Когда мы уже скоро, очевидно, проснемся или останемся тут навсегда. Могильная плита. Восемнадцатый век, начало девятнадцатого. Ой-ой-ой, со стеной вообще беда. Карен Мэри, Гилл Крайльч. Мы опять выходим на улицу постепенно. Ян Крайльч, но это все незнакомые имена. Мы знаем только нашу фамилию и свое имя, имя нашей сестры. А вот, Лену Цмит, девятнадцатый век. Вы знаете, сейчас мое желание проходить все три концовки как-то резко поубавилось. То, что поубавилось, оно исчезло, по-моему. Блин, нельзя так делать. Так. Все. По крайней мере, я знаю, что так может случиться. Я сейчас не буду говорить, потому что, когда говоришь, это как-то расслабляет. И вот такие вещи, они сильнее бьют по нервам. Сердце прихватило. Я вздрогнула, но закусила просто щеку и смогла смолчать. Сакура Дакита. Японцы уже. Кевин Смит. Опять в доме. Когда же это кончится? Это, правда, какой-то бесконечный кошмар. Нам намерно как-то туда надо попасть. Ну, я хоть, надеюсь, она с потолка упасть не может на меня. Господи, как я не завидую людям, которые будут это испытывать в первый раз. Если у них нету иммунитета какого-нибудь. Господи, я бы на месте дома сейчас воспользовалась. Возможности. Облегчить хотя бы тело. Мне так очень нравится, как будто похищенный какой-то человек спит. И хоть ты счастлив. Спаленка. 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 Только возрождаться в ней не очень хочется. Спаленка. Ой, пока. Сестра, вот ты достала, правда. Точнее, не сама сестра, а твоя помешанность на ней. Угу, все, мы вышли к этому проходу. Я так чувствую, что там что-то будет решающее. Выдохнули. Угу. Угу. Но переходит в другое, и я уже вижу тут эти стекла. Нет-нет-нет, я не хочу обойти, я не хочу на них наступать. Ладно, другого пути нет. Может, нас так предупреждают, что дальше будут эти слепцы. Но это по антуражу больницы, можно было бы догадаться. Кабинет доктора. Да, я бы зашла к доктору. Помогите, доктор. Так, кладовка. Чьи-то кишки. Чьи-то кишки. Доктор, вам это зачем? Как будто Пуля отверстия, да? Ой-ой-ой-ой, а в чем дело-то ты откуда взялся? Эй-эй-эй, нет Ой Отлично, нас первый раз убил этот ребенок Вы заметили, он нас как задушил в объятиях Так я поняла, слышим звук ломающейся кладки и рвем когти Походи Ребенок, даже если я твой папа Фу Не-не-не, я не буду проверять, сможет он протиснуться или нет Неужели правда с сестрой ребенка заделали, а? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оф Субтитры сделал DimaTorzok 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 Значит, нас любили больше. Что я несу, господи. Красотка. А нет, это специально, да? А нет, это специально. Гуль, читай, закрой яичко. Сестра, ты ешь саму себя? Или это мать? Господи. Сваливаем, сваливаем. Вы, я, я, нет, я не хочу это видеть еще раз. Какие-то кукольные ручки. Вы меня не схватите. Понятно? Наверное. Твою ж мать. Гнилые фрукты. Все приходит в упадок. По-моему, сейчас молиться начну. Сама. Так нам стоит тогда заходить или нет? Ну, отлично. Чучело с головой сестры. Твою мать. Извините, пожалуйста. Да хватит ты тут звука. Хватит плакать. Я сейчас заплачу. Не хочу знать, что наверно. Опять сестра. Много сестер. Все они как будто разного возраста. Господи, они на крючьях. Вот это на крюке и висит. В цепях. Ох. Я так хочу, чтобы это закончилось. Такой долгий спуск вниз. Ох. 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 Смотрите, у меня просто нет сейчас слов, давайте это будет немного немым прохождением. И ты еще что? Субтитры сделал DimaTorzok. Так, я не знаю, прошли ли мы, точнее узнали ли мы какую-то только часть этой истории, или это все три конца это какие-то альтернативные истории, но в общем я где-то была права, где-то нет, а мы так не узнали, были ли Том и Габриэль братом и сестрой, но тем не менее они явно состояли или в браке, или в какой-то любовной связи. И последнее письмо от Габриэль было о том, что она прощалась с Томасом, говорила ему, что она уходит от него, что когда они потеряли свою дочь, вы, наверное, видели их семейный портрет висел на стене, она тоже очень страдала, но она все-таки нашла в себе силы двигаться дальше, а Томас застрял в этом состоянии. И она не может видеть его таким, и поэтому уходит, но она надеется, что когда-нибудь он сможет прийти в себя и продолжить жить дальше. В общем, вот такая история. Но мне почему-то кажется, что это именно какой-то альтернативный вариант развития событий. Вот я с первой серии пыталась, точнее не пыталась, а у меня невольно возникали ассоциации с Нок-Ноком. Он мне, пожалуй, все же больше нравится, потому что я на Кноке могу говорить бесконечно, там такая более какая-то неочевидная идея, и там страх вызывается не такими, ну вот, то есть, в принципе, тут сами вещи, там живые куклы, там ненормальные психически больные и так далее, это стандартные элементы для хорроров. Единственное, чем сильно отличается эта игра от остальных, это именно рисовка, и за счет рисовки она сильно в моих глазах выигрывает. Вот мы прошли до конца, мы не можем прочитать, да, как называются эти концовки. Тут какая-то кукла, тут кровать. Ну, я даже не знаю, просто я так заорала, когда она упала на кладбище, у меня просто до сих пор не отошло сердце. Я не знаю, возможно, через какое-то время я смогу к ней вернуться, но... В общем, я надеюсь, ну, по, скажем так, по общему счету, игра мне, конечно, понравилась. Она достойная, она не длинная, она не прямо, как я опасалась, там, кровь, кишки и так далее. Она жуткая, она гнетущая, вот именно, если вы хотите сыграть в такую игру, Neverending Nightmares, это просто то, что доктор прописал. Но, я не знаю, вот лично я такие игры в больших дозах не могу принимать. Поэтому, я не знаю, навсегда я прощаюсь с этой игрой или нет, возможно, меня отпустят, через какое-то время я к ней вернусь. Если вы хотите увидеть продолжение, возможно, вы напишите это в комментариях. А пока что с вами была Хальди, и до встречи в других прохождениях.